Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программы News and Air. С вами я Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Разнообразие способов релаксации растет с каждым годом. И даже в северных провинциях можно отыскать различные студии и специалистов, работающих в разных практиках. Так, в Ленске появилось новое направление – арт-терапия. С помощью рисования руководитель студии Елена Парамонова помогает своим посетителям преодолевать комплексы и избавляться от страхов. Анна Кожевникова побывала на одной из таких практик. Спасает коллег от профессионального выгорания Елена Парамонова – юрис-консульт одного из самых крупных нефтегазовых предприятий Ленского района. Сегодня она проходит переквалификацию в Международном институте на психолога. Это и детское увлечение рисованием потолкнули ее на организацию студии арт-терапии. Арт-терапия – это не просто про прорисовать, что-то красиво нарисовать. Это про то, чтобы заглянуть в свое подсознание. Мы рисуем в основном на какие-то темы определенные, мы рисуем эмоции, мы развиваем таким образом эмоциональный интеллект, мы рисуем страхи, мы знакомимся с различными материалами, смотрим, как наше тело откликается на сухой пастель, на акварель, на гуашь, и анализируем свое состояние. Побыть немного художником и снять эмоциональное напряжение помогают в занятии арт-терапии Елены Парамоновой. Сегодня посетители студии работают в технике акварельный скетчинг. Я занимаюсь совсем недавно рисованием, можно сказать. То есть рисование для меня – это, считаю, таким методом работы со своим мышлением. То есть пытаюсь изобразить то, что думаю, что в душе накипело. От рисования беру ресурсы, как сказать, укрепляю свою уверенность в себе, стараюсь чему-то научиться. Студия арт-терапии пользуется популярностью среди коллег Елены, но появляются в числе посетителей и ленчане из других сфер деятельности. Некоторые приходят на занятия с детьми. Мне здесь нравится, что я могу рисовать и творить свой внутренний мир. То, что у меня в голове образуется. И я люблю творчество, и я сюда хожу. Рисование – это проявление нашего телесного начала, считает будущий психолог. Через рисунки можно открыть все самые потайные уголки подсознания, нащупать свои болевые точки и научиться работать с ними. И теперь такой процесс самопознания стал доступен ленчанам благодаря арт-студии Елены Парамоновой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В жаркий летний день, когда температура достигает невыносимых значений, многие спортсмены предпочитают оставаться в прохладе и отдыхать. Но есть и те, кто не боится столкнуться с испытанием. Бег в жару – это экстремальный вид тренировки, который требует не только физической выносливости, но и особого ментального настроя. В 7 часов утра на стадионе уже собрались люди, которые вышли на пробежку. Одним из них является Александр Маэда, мастер спорта по легкой атлетике на 100 километров. Занимается бегом с 2017 года. Он сюда ходит каждый день. Для него бег – это неотъемлемая часть распорядка дня. Но чтобы заниматься спортом было комфортно, Александр серьезно подходит к выбору униформы. Ведь в такую погоду нужно, чтобы не было жарко и некомфортно. Меня зовут Александр Маэда. Я являюсь мастером спорта по легкой атлетике. В жаркое время надо одеваться по погоде. Обязательно. Бейсболка белого цвета. Посоветую одеваться легко. Вот, например, майки, шорты, удобные кроссовки, специальные беговые. Одежда для бега является неотъемлемой частью успеха и достижения целей в беге. Первое, на что следует обратить внимание, это материал, из которого изготовлена вещь. Она должна быть легкой и дышащей. Одежда не должна стеснять движения бегуна. Аспектом является дизайн спортивной одежды. Он должен быть стильным и эстетичным, чтобы подчеркнуть индивидуальность и мотивацию человека. Меня зовут Слободчикова Полина. Я бегаю с 2016 года. Так, я победительница якутского экстремального полюса Холдаймекон. Чемпионка республики Саха-Якутия в этом году стала. Те, кто хочет заниматься бегом, я советую выйти просто, встать и выйти на пробежку. Начинать понемножку, по самочувствию. А лучше заниматься, конечно, с тренером. Если вы решили заняться бегом, гимнастику и разминочные упражнения, игнорировать нельзя. Иначе можно получить травмы, вывих стопы и повреждения связок. Для того, чтобы хотелось бегать и дальше, рекомендуется соблюдать правила тренировки и технику бега. Такой комплекс упражнений займет не более 10 минут. Дальше можно начинать пробежку в среднем темпе, постепенно увеличивая темп. И таких любителей утренней пробежки на главном стадионе столицы несколько десятков. И это хорошо, ведь утренний спорт всегда придает вашему новому дню сил и бодрости. Тогда вы не только успеваете выполнить свои цели и задачи, поставленные на день, ну а также держите себя в тонусе и в лучшей форме. Сосклана Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Звезды якутской эстрады из группы Snow Voice выступили в Мирном в День молодежи. Как прошел концерт, расскажут наши коллеги. Администрация Мирного устроила горожанам сюрприз. В честь Дня молодежи в Алмазную столицу привезли полюбившуюся жителям якутскую группу Snow Voice. Вокалисты спели на центральной площади для сотни молодых ребят. Но и в течение всего дня жители не скучали. Молодые специалисты компании «Алроса» и корпоративный университет организовали активности в городском парке. Это и клуб настольных игр «Твой ход», и клуб разговорного английского «Квиз», «Нетворкинг», «Радио.Мирнау». Если вы посещаете все локации, вы участвуете в розыгрыше призов, таких как колонка, экшн-камера, наушники. Необходимо просто испытать свою задачу и проявить активность. Было чем заняться и любителям спорта. Для молодежи провели турнир по пляжному волейболу, а также велоквест «Молодым везде дорога». Сила в единстве, мастерство в ногах. Представители Московской академии «Спартак» посетили закрытие летнего интенсива якутской футбольной школы «Спартак юниор», которая является частью масштабного проекта по профессиональной подготовке футболистов. Чем отметился этот сезон обучения, знают наши коллеги. Стать футболистом легендарного клуба «Спартак» мечтает каждый мальчик. А с появлением в якутской школе «Спартак юниор» у каждого появилась такая возможность. Артему Гнаткину 6 лет. Он занимается в школе всего один год, но уже успел побывать в Сочи со своей командой в крупном юношеском турнире «АМС Спорт». Здесь он забил первый гол и принес своей команде победу. Мне интересно в футболе бегать, тренироваться, играть в футбол и так далее. Я хотел забивать головы и побегать. И вот я тренируюсь, чтобы стать футболистом. И я наконец-то стал футболистом сильным. Якутский «Спартак юниор» – первая партнерская школа на Дальнем Востоке. В ней обучается около 200 детей. Здесь начальная подготовка начинается уже с 4 лет. На базе стадиона «Юность» прошел футбольный интенсив в формате дневного лагеря. Мы углубленно постарались дать именно те основы футбола, которые им пригодятся в будущем. Мы очень надеемся, что ребятам все понравилось. И таким образом те полученные навыки обязательно пригодятся для ребят в будущем. Мы посмотрели от и до весь процесс тренировочных детей. И отметили для себя моменты из тренировок. А также отметили для себя ряд футболистов, которых будем рекомендовать в последующем для прохождения тренировок уже в стенах Академии в Москве. На закрытие интенсива были приглашены гости из московского «Спартака», которые занимаются отбором перспективных спортсменов. У нас есть план, график соревнований, составленный заранее, по которым мы планируем свои командировки. Это как Москва, Московская область, так и регионы России. К нам приезжают и дети на просмотр, которых мы смотрим в наших группах, смотрим их потенциал. К нам приезжает тренерский состав. Мы делимся, мы открыты. Рассказываем про наши методики, про то, как мы общаемся с детьми, какие упражнения, какие методы и способы мы применяем для того, чтобы ребята развивались и становились спортсменами и профессионалами. Юных футболистов из Якутии мы очень хорошо знаем, потому что, как я говорил, они приезжают к нам и проходили недельные стажировки. Это живые, хорошие ребята, которые получают удовольствие от футбола, которые хотят заниматься футболом. Они видят цель, они знают, чего они хотят. И я считаю, что обязательно, рано или поздно, якутские ребята окажутся в Москве и, в частности, в московском «Спартаке». У Академии «Спартак» обширно развита партнерская программа. Более 150 школ в Москве. Данный проект планирует свое дальнейшее развитие. Он дает возможность детям с разных регионов страны попасть в профессиональный спорт. Ведь важно приобщить детей с ранних лет к спорту и к здоровому образу жизни. Алиса Яковлева, Мария Кардашевская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале «Якутия-24» и будьте в курсе всех событий. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире. Продолжение следует...